СПОНСОР ПОКАЗА ХАНСА Спонсор показа торговая марка Слобода Добро пожаловать в наши сегодняшние кулинарные приключения, уважаемые наши дорогие друзья, любимые и, надеюсь, обязательно проголодавшиеся, потому что на канале РТР Молдова выходит каждое воскресенье программа «Звук о вкусах», затем еще и с повторами, для того, чтобы вы могли, мало ли что вдруг упустили, приготовить наши замечательные, казалось бы, простые, но очень удивительные блюда. Сегодня мы поговорим с вами о благих делах, о благотворительности, согреем вас простым, казалось бы, рецептом, но который принесет, я думаю, массу положительных эмоций и вашу семью или ваш дом. Я не знаю просто с кем вы там живете. Вот, да, в эфире Михаил Цюркан и, конечно, я, как всегда, не один. Сегодня будет помогать мне очаровательная девушка с большим терпением, я бы сказал, и с большим-большим сердцем, потому что уже на протяжении почти восьми лет Алена Беркач ассоциируется только с благими делами, потому что является председателем благотворительной организации «Спаси жизнь». Привет. Привет. Да, привет. Очень приятно, что ты согласилась сегодня стать частью нашей программы, потому что я думаю, что в этой суматохе 21 века, ну, кто-то, конечно, активно принимает участие, а кто-то, возможно, не успевает. Мы с тобой об этом, обо всем поговорим. Но прежде, с твоего позволения, я расскажу нашим телезрителям, что мы сегодня готовим. Вот. Мы сегодня, значит, готовим два блюда. Два блюда, и очень приятно, что вот видишь на твоей, так сказать, широкой груди с большим сердцем, да, красуется именно название нашей торговой марки, которая является нашими партнерами и спонсорами, за что им отдельное спасибо. Причем я могу действительно, положа руку на сердце, также на сердце отметить, отменное качество и органик контроль. То есть, если вы возьмете подобный майонез и вас будет пугать в начале самого названия этого продукта, друзья, органик контроль отвечает за абсолютно правильные ингредиенты и состав этого майонеза. И абсолютно каждый вид майонеза Слобода обладает именно таким отменным качеством, без ГМО, абсолютно натуральный продукт. И готовить мы также будем еще и на основе растительного масла Слобода, который, кстати, улучшает, если вы помните, и нашу кожу, и ногти, и волосы, там тоже кладезь витаминов. Об этом мы, обо всем мы сегодня будем говорить. Слобода, живая еда. Вот. Аленчик, смотри, значит, я к чему? К тому, что мне так кажется, все-таки думают, а что же за блюдо тогда Михаил? Партнер рассказал, а блюда нет. Я сейчас быстро расскажу. Я задам тебе вопрос, да, ты будешь отвечать, а я пока буду рассказывать, что мы сегодня готовим. Мне так кажется, что тенденция идет в лучшую сторону, что за последние годы как-то, ну, большее количество людей принимает участие во всевозможных благотворительных мероприятиях. И, возможно, кто-то это делает даже анонимно, пользуется, опять же, сайтом вашим, который у вас есть, Safe Life, да? Да. Да. Ты мне скажешь, когда мне, я пока согласна с тобой. А, ты просто киваешь и говоришь да, да? Да. Вот подтверди мне, скажи мне, насколько сейчас действительно идет тенденция к тому, что люди как-то уже осознают, что, ну, пора помогать друг другу. Действительно, культура благотворительности за годы, с момента, как зарегистрировали нашу организацию, с момента, как мы начали вообще существовать такую деятельность, поменялась прям кардинально. То есть благотворительность – это и тренд, это модно, и человек, который не занимается благотворительностью, как бы, ну, как-то странно не реагирует, уже больше вызывает вопросы. Если раньше было больше недоверия и меньше людей, которые помогают, то сейчас это уже наоборот, в принципе. Все равно остался какой-то процент людей, которые не доверяют, но в большем количестве, конечно, люди уже начали отзываться. Сейчас корпоративная социальная ответственность стала очень большой частью больших развитых компаний и маленьких, в том числе. Раньше мелкие компании как-то не участвовали, а сейчас они, то есть, ну, они хотя бы дерево сажают, то есть в какой-то деятельности активно они участвуют. Сейчас мы продолжим этот разговор, дорогие друзья. Я две секундочки покажу на нашей верхней камере, что у нас здесь варится. Здесь сварится морковь и куриное филе. Объясню, зачем, сразу же, друзья, вот после небольшого интро и представления моей гости. Алена Веркач, председатель благотворительной организации «Спаси жизнь». Организация уже сумела добиться колоссальных результатов. За более чем 7 лет работы было спасено более 180 детей, были оснащены больницы, детские сады и школы. И это еще не предел. Будем творить добро и сегодня в нашей программе. Ну, а что мы все-таки сегодня готовим? Алена, значит, мы готовим два блюда. Ты, пожалуйста, не придирайся, потому что первое блюдо, я не искал, честно говоря, блюда, которые как-то бы ассоциировались, допустим, с тобой или своей деятельностью, потому что мы с тобой, на самом деле, дружим давно. Но первое блюдо, я думаю, что будет очень забавно, если приготовит, неважно, жена или муж дома, потому что мне подкупилось само название «Ленивая жена». Значит, что в это блюдо входит? Вы сейчас обалдеете. Туда входят пельмени. Пельмени у нас в холодильнике Ханса. Между прочим, лежа там себе пока, хотел сказать, греются замороженные, чтобы пока не растаяли. Нам понадобится 4 яйца куриных. Нам понадобится поджарить лучок. Мы натрем сыр на терке. И нам понадобится майонез. И мы можем сделать даже, знаете, как делают иногда смесь майонез со сметаной. Вот у нас есть удивительный продукт. Слобода, живая еда. Майонез сразу же сметанный. То есть это просто находка для всех хозяек. Блюдо готовится достаточно быстро, честное слово. И это получится пирог под названием. То есть это пирог, получается мясной пирог под названием «Ленивая жена». Второе, второе блюдо, оно несет, ну, более глубокий, что ли, смысл, поскольку мы сегодня затронем тему оздоровления как такового. И вот благодаря поддержке и так далее, я решил взять самый необходимый поздней осенью продукт. Это все-таки витамин С. Поэтому мы сделаем тоже апельсиновый салат. Такой вот он будет апельсиновый, да. Апельсиновая радость, вот она. Увидишь, он выглядит действительно как долька апельсина. Но туда входит, значит, у нас грибы, которым мы нарежем. Туда яйца мы отварим. Другие, другие не те, которые мы используем в «Ленивой жене». Значит, да, те для «Ленивой жены» яйца, а эти для нашего апельсинового настроения, этого радости. Мы нарежем это, мы нарубим мелко зеленюшечку, мы поджарим лучок. У нас здесь как раз отваривается для этого салата куриная филешечка. Вот я ее показывал, вот она скоро-скоро будет готова. И морковь, которую мы тоже дадим потом немножко остудиться, чтобы мы могли ее натереть. Я беру на себя сейчас тогда... Что, я тогда лучок пока нарежу, чтобы мы могли его уже начать жарить. Хорошо, что ты его забрал, переживал. Сейчас расплачусь. Экономить время. Это очень пробовательный. Да, а тебе я дам, если ты не против, я тебе дам ножик. Давай. Да, и попрошу тебя, если ты хочешь, давай я себе для лучка возьму побольше, тебе тогда поменьше. Просто нарубить мелко грибочки. Их можно переложить будет в отдельную тарелочку. Окей. Вот, да. И вот мы заговорили с тобой о том, что действительно большое количество уже даже крупных организаций сейчас готовы прийти на помощь. И за 8 лет я знаю, что результат у тебя колоссальный. То есть большое количество деток, которые нуждаются в помощи, большое количество артистов, которые привлечены и делают это с открытой душой, большое количество, в том числе зарубежных участников. То есть вот все охотно отзываются. Но это же не сразу все получилось. У нас же даже молдавские дизайнеры подключаются к нашей деятельности. Поэтому на самом деле, конечно, это совсем не сразу. Но вообще участие наших молдавских артистов началось с того, что я подружилась с Кристи Руш. Ей большое спасибо, потому что Кристи активно принимает участие. Она нам помогла, и это был первый из таких серьезных толчков, которые помогли нам дальше идти развиваться. Вот. Это что касается артистов. На сегодняшний день у нас есть ряд ежегодных мероприятий. И также мы стараемся какие-то новые мероприятия вводить и тестировать, и смотреть, как на них реагируют люди. И как бы, с одной стороны, хорошо, что сейчас много благотворительных мероприятий вокруг, в принципе, и от других организаций тоже. Но к самим организациям это немножко сложнее, потому что люди немножко устают, и надо что-то новенькое все время привносить в эти мероприятия. То есть, когда мероприятие какое-то ежегодное, уже заслужившее какую-то определенную... Репутацию. Репутацию, да. И какой-то контингент чаще всего примерно один и тот же приходит, то это одно. А когда ты пытаешься новые мероприятия вести, то это другое. Но в любом случае, мне кажется, что пока мы справляемся, я немножечко отстранилась на какое-то время от работы в связи с декретным отпуском. Ну, потому что я, кстати, вот посмотрите на Алену сейчас, и посмотрите на меня. А теперь опять на Алену. Потому что что вы на меня смотрите? Алена, между прочим, дважды мама. И посмотрите, как чудесно... Вообще-то трижды. Трижды мама, извините. Вот. И посмотрите, как шикарно и прекрасно выглядит этот человек. Спасибо. А почему? Потому что мне кажется, что ты занимаешься правильным делом. Возможно. А может, и от мамы с папой немножечко досталось, конечно. Потому что гены, конечно, гены. Не Васи, а гены. Это вообще хорошо. Гены, да. И мне от мамы досталось, наверное. Она очень стройная. Немножечко набрала вес вот сейчас, после 50-ти. Поэтому мне нужно над собой работать, чтобы вот я, когда буду подходить к этому возрасту, сохранилась. Вот примерно в таком телосложении. Ну, ты, как бы, я знаю, что ты следишь за собой. Это, ну, как бы, это круто. Так, мне кажется, и должно быть. Я еще раз хочу Кресте Руждо передать отдельный привет. Потому что она действительно стала таким вот... Да, я тоже передаю большой привет. Огромнейший, огромнейший привет. Я думаю, что мы сегодня обязательно покажем и клик, который... То есть несколько клипов. Ой, было бы здорово. Да, их несколько. Я думаю, в нашей передаче мы покажем этот клип обязательно. Первый, самый такой запоминающийся. Он тем, что он первый вообще. Да. И причем, и тогда вот Кресте Руж вообще совершенно безвозмездно отдала свою минусовку. Ну, минусовку, то есть композицию. Я тебе скажу, что все минусовки были Кристинины. Только слова менялись. И Нагачевский все текста писал. Да. То есть я к тому, что человек, как бы, ну, не для себя, не для своей собственной славы, вот таким вот образом был призыв всех звезд. И, кстати, я каждый раз, когда его просматриваю, у меня немножко слезы наворачиваются, потому что многие ребята уже разъехались. Он очень искренний такой, он позитивный. А он такой прям добрый, да, просто до безумия, друзья, просто. Прямо сейчас мы посмотрим этот чудесный клип, о котором мы говорили с Аленой, и затем реклама, и мы вернемся в нашу кулинарную студию. Каждый день приходится бороться за счастье, за успех. Места нет невзгодам и сомнениям, смелей ты обойдешь их всех. Когда в твоем сердце ненастье, холод, боль и печаль. Ты только не бойся, ведь ты не один, ты среди нас. Лети, как птица вольная, лети, неробей. Лети в небо ясное, высоко за облака. И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. Детский лепит радость и веселье, Эта цель за них борись. Видя на пути преграды, Их несложно победить. Позови, и вместе мы добьемся, Крепко за руки держась. Целый мир летит на крыльях, Жизни детские спасать. Лети, как птица вольная, Лети, неробей. Лети в небо ясное, Высоко за облака. И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. Жизнь у всех одна, почему тогда? Кто-то не желает слушать, кто-то закрывает глаза. В то время, когда раздается детский плащ, Ты не один малыш, утре слезы и грусть спячь. Будь сильным, и сильные тебе помогут. И что все окей будет, видно, Высоко к Богу, шагаясь с нами в ногу. Мы не дадим упасть, мы и есть сила, мы и есть власть. Спаси, как птица вольная, Лети и неробей. Лети в небо ясное, Высоко за облака. И не вздумай, слышишь, не вздумай, И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. И не вздумай, слышишь, не вздумай, падать высоко. Лети в небо ясное, Лети в небо ясное, приключение может быть не такое конечно как раньше мы с вами там путешествовали по разным странам но кстати у алене я держу этот вопрос на десерт что называется потому что алена действительно свое время успела и путешествовать и продолжают путешествовать и наверняка где-то что-то интересное пробовала но мы возвращаемся к приготовлению наших сегодняшних блюд значит для ленивой жены нас там ждут еще пельмени скоро скоро отварится наши ингредиенты нам нужно курица и морковь я сейчас буду скорее всего натирать сыр чтобы не совсем тебя мучить в этом плане ты меня не мучишь ты мне скажи чем помочь счастье скажу чем помочь вот и сейчас тебе дам миску этому пока отодвинем я тебе дам миску туда нужно будет вбить 4 яйца вот они в принципе нас уже готовы 4 яйца туда нужно будет вбить и смешать с здесь сколько давайте посмотреть 400 до но вот половиной этой пачки слабо да это нужно будет все так вот красиво смещать добавим туда свой перец сейчас видам венчик сейчас аленчик я тебе дам венчик вот он венчик вот перед скажи когда я я добавлю я пока тогда начну сам саджариваешь да да сейчас включу эту часть нашей плиты ханта чтобы разогреть нашу сковороду мне понравилось знать что когда-то у тебя было ну во первых конечно сложно наверное на каждый какой-то благотворительный ивент придумать какие-то определенные идеи новые да вот но одна из них мне так понравилось что она носила сразу несколько положительных характеров да то есть результат был колоссальный когда помню что жизнь это не мелочь когда помимо помимо того друзья что я вкратце расскажу за тебя пересказ что я по крайней мере да ощутил и видел в чем была фишка в том что за какой-то определенный период времени или вообще дома до периодически накапливается к это мелочь да то есть кому какие-то там банутские остаются и тогда бани хорошо это мы так называем ласково в народе и детей маленьких в семьях как бы воспитывают чтобы как бы ну вот копили да в копилку куда складывали вот в один определенный момент когда алена организовывает данный ивент вся эта мелочь собирается в один большой резервуар потом конечно очень долго все подсчитывается насколько я понимаю да ну да практически неделю это занимает нам помогает в этом банк а волонтеры помогают сортировать по номиналу мелочь и в банк мы уже отвозим сортированную мелочь вот и потом это и опять же это идет на благие цели то есть казалось бы да то что остается иногда со сдачей у взрослых или возможно даже у деток в школе остается вот она и она получается что дети ждут этого момента и во-первых они понимают что они помогают еще каким-то деткам то есть они знают что есть детки которые нуждаются в помощи возможно сразу собрать какую-то n на большую сумму но не получается а вот даже вот такими маленькими шажочками то есть вот этот получается и и это вы не остановились да то есть это как бы уже я конечно я хочу сказать большое спасибо еще тем кто придумал эту акцию потому что организатор вообще это мероприятие изначально это фонд линия жизни который находится в москве но ты сотрудничаешь и мы переняли у них эту инициативу и начали проводить это и у нас в городе ну мы сотрудничаем по сходку по сходку и акция в принципе у нас тоже удалась но конечно масштабы с российскими не сравнятся но мы стараемся в этом году она пройдет 16 декабря мы уже начали к ней готовится уже дали вдруг у кого-то уже есть нет вы либо начинаете либо начинайте копить мы призываем участвовать в этой акции в том числе и детские сады и школы и университеты потому что все таки конечно участие детей в этом мероприятии очень важно и мы даже какое-то время думали как-то у нас было пару лет не очень удачно вот ну финансовый результат который мы ожидали он не было оправдан вот и мы в итоге думали может не делать и но потом все таки подумали о том что это своеобразно образовательное мероприятие и мы наверное правильно и сделали что мы оставили и в этом мероприятии участвуют дети они несут свои копилки на самом деле на 80 процентов фотографии это дети со своими копилками не знают и которые абсолютно щедро это все оставляют да это здорово так друзья на самом деле нам лук понадобится ух ты сделайте а чуть тише или просто размешать не нам нужно однородной массы размешать дело в том что нам лук понадобится для первого и второго блюда поэтому мы сейчас весь лучок поджарить сразу же до золотистой корочки а потом уже до 5 уже будем юзать и будем использовать сейчас на носу я так понимаю готовитесь к 16 декабря да да это вот ближайшие мероприятия но еще вот мы сейчас точно точно будем знать крест и руш мы думали сделать такую благотворительную ярмарку распродажу платьев от наших артистов допустим платья рано уж шутим адрянчики они а мы тоже шутим но и глумимая и мы надеемся что вот она получится возможно это будет в ноябре то есть следить за этим можно на сайте организации save life.md save life.md но я думаю что страничке нашей организации на фейсбук сейчас у всех принципе есть социальные сети используются поэтому мы надеемся на то что вы нас а там нас легко найти спасти жизни или save life или слова цвятся водится на любом языке нас будет да и помню потом челленджи устраивали до делали мы и челлендж да ну это он же изначальное изучение для нашей организации естественно организовывается но не плачь не для нашей но не так обидно но все равно наши люди тоже подключились и решили многие организации решили что в принципе у людей может быть выбор и они не обязаны поддерживать поддерживать этот челлендж только во имя той организации которая изначально это задумала и каждый начал выбирать для себя какую-то организацию и в этом участвовала и наша организация вот это же какие-то средства там порядка ста тысяч рублей благодаря этому челленджу мы собрали это же кстати друзья и если вот вы пока смотрите и слушайте нас у вас уже появляется какое-то определенное желание вообще как как минимум ну хотя бы первое же взял и прикоснуться к работе организации заходите на сайт save life.md вы на самом деле сможете воочию увидеть тех кому можно помочь кому уже помогли да там есть расчетные счета которые легко можно опять же использовать и пользуясь банковскими картами либо каким-то вашими донациями то есть на самом деле очень много этой терминалы и смс-сообщения с помощью мобильного телефона который можно отправить и и карта visa mastercard онлайн перечисления естественно банковский перевод так у нас вроде как курочка наша отварила сейчас я даю немножко возможность прийти в себя после всех этих бульканий значит что у нас происходит мы пока разогреваем нашу духовку ханса на тебе при температуре 220 градусов оставляем пока на неопределенное количество времени то что сам пирог он принципе будет запекаться минут 40 это время естественно мы сами не будем долго ждать и стоять в эфире пока у нас будет запекаться пирог у нас есть чем заняться пока вот алена смотрю что эту смесь я уже не знаю чтоб он давай там тоже помешают уже все намешал все намешало где еще помешать давай тогда я не знаю я просто переживаю за твои ноготочки я бы тебе дал конечно натереть сыр ну давай я буду осторожна честно честно да если что с вас маникюр поход маникюрный салон я пока курочку вы но так на какую сторону тереть на крупную на крупную на крупную да поэтому ну просто будь аккуратно так хорошо этом это сказать немножко о твоей работе причем работе это сказать с очень замечательным фидбэком я люблю это слово использовать ну что действительно фидбэк есть скажи пожалуйста что происходит дома кто на кухне хозяин у вас нет у вас нету короля кухни нет что у вас самом деле я очень редко за тоже к сожалению потому что я не успеваю и но и мы не бываем целыми днями дома я честно говоря не знаю что есть моя няня но на что то есть няня что то есть дорогие друзья если вас есть няня знаете что она что то есть старшим детям вечером я уже готовлю что-то быстро там это кашу быстренько кусочек мяса могу поджарить или что-то более упрощенное яичницу омлет я не знаю пельмени кстати поэтому когда скажут что ленивая жена и она с пельменями я как бы подумала что это не мой ли муж позвонил тебе посоветовал это блюдо уважаемый алексей нет нет я сам очень я это осознал уже когда ехал на съемки честное слово потому что я уже когда здесь готовился и просматривал еще раз рецепт чтобы рассказать и передать его людям я на ком-то этапе такой дум подожди а сейчас что будет сейчас это подумать что я специально подалену нет алексей но кстати дорогой муж и вообще мужья который нас смотрит берите поварешки в руки берите вилки и ножи помните лучший повара это все-таки мужчины поверьте вас этот процесс затянет на личном примере вам говорю этот процесс действительно затягивает ну и потом приятно видеть лица радостных и счастливых домочадцев или гостей вашего дома сытых детей сытых детей да конечно я надеюсь что у вас все получится потому что в кулинарии конечно нет никаких границ фантазируйте если конечно вы там нашли какой-то рецепт и какой-то градиент не подходит но понимаете что это мясо конечно мясо можно заменить мы буквально на прошлых всем как на прошлой неделе с ребятами из коллектива gravity теперь они называются лимоник мы тоже мы готовили австралийские блюда на что ребята были в австралии и ели самого крокодила понятно что как я им говорил мы не можем найти ляжку страуса здесь ляжку страуса да вот поэтому мы заменили это все куриным мясом ну а ты кстати по поводу кухни ты какую предпочитаешь это первый вопрос второй вопрос что необычного и где в какой стране тебе все-таки приходилось пробовать и третий вопрос сразу чтобы вообще как бы вот и прям стоял и рассказывала это вкус твоего детства это мой как бы ключевой вопрос нашей программы азбуки вкусы то есть давай начнем со вкуса детства вот что вот когда я говорю детство что у тебя какие вкусовые ты чувствуешь ощущения но вот пюре с курочка домашние вот я у меня вообще всегда в детстве было долгий такой промежуток времени когда все время была на детях было связано там с заболеваниями желудка его все время я вот сколько себя помню все время ничего-то было нельзя можно мама это нет это тебе нельзя можно это нет для вот все мне было нельзя прямо вот из того что мне было вкусно и всегда делали что я это съем наверняка это пюре с курицей ну ты знаешь очень кстати правильнее наверное продукты то и другое тем более для ребенка но курицкая была отварная и запеченная даже иногда жареная разрешали очень там в редких случаях по праздникам видимо вот еще яблоко натертая с морковкой это тоже видимо что мне нужно было что-то здоровое есть и вот я из того что мы баловались вот серый хлеб воде такой смачивали его и сахаром засыпали короче и вот тоже это вкус детства что сейчас я на самом деле больше европейскую кухню люблю и немножечко такое тоже европейской японии значит что я так понимаю я в японии не была но вот роллы и суши у них совершенно другие не те что мы едим здесь но вот я очень люблю роллы вообще креветки очень тоже морепродукты на такие но не все морепродукты вот креветочки я люблю а вот рыбу не всю ем дораду очень люблю это радует это радует это говорить про рыбу получается что человека будто с нас это радует да это очень сильно радует скажи пожалуйста а в каких странах побывала где что-то вкусненькое ела вот что запомнилось возможно что вот ну такого у нас по крайней мере не готовить нигде не в одном из ресторанов нет такого чего-то особенного прямо тебе не расскажу вот но все путешествие которые мне запомнились больше всего это была шри-ланка там очень вкусно приготовил нам креветки дяечку какой-то вот чтобы понимал вот мы жили в гостинице прямо на берегу океана и вот там ходят эти люди они все время что-то продают что пляжи все они не частные они государственные по ним независимо того какого какая там гостиница попроще по покруче люди могут там находиться без препятствий но в любое время и вот они все там гулят продавать продавали фрукты и всякое такое вот там был дядька и одни белорусы рискнули у него купить креветки но он их готовит дома и в горячем что-то завернутом прямо в номер прости сообщать что хорошо прогрелась да я еще отправлю на пару минут вот мы тоже короче решились их попробовать они были мега вкусные я не знаю в каком соусе он их приготовил что-то там с чесночным но легкая ненавязчивая не прям такие но были очень во первых они свежие конечно только-только выловлены и очень было вообще люблю привет не хочет сложный спорт согласен дорогие друзья я сейчас сделаю небольшой лайфхак для приготовления нашего пирога под названием ленивая жена никаких опять же ассоциации я еще раз напоминаю никаких я очень хочу быть ленивым нет на это время но да нет времени быть ленивым это хорошо мы значит возьмем уважаемые друзья масло слобода поменьше витамина все натурально чуть-чуть смажем нашу поверхность это нужно для того чтобы затем наши пельмешки не прилипали вы сейчас удивитесь конечно всему этому сейчас я чуть-чуть ее я помогу можно я боюсь подгорать но они должны быть принципе золотистыми но когда они станут золотистыми надо будет просто везде это все выключить так и внимание лайфхак заключается в чем а в том что мы отправим сейчас пустой абсолютно противень с нашей формой буквально на две минутки нашу разогретую духовку на среднюю полочку вот так мы сейчас делаем и отправим ровно две минуты две минуты так нужно для того чтобы сама сама масло растительная слобода который там есть она сейчас немножко эту поверхность смазывать более плотно вот совсем да совсем уже на на финальной стадии приготовления первого нашего пирога сейчас две минутки эти пройдут я объясню потому что сейчас будет реклама быстренько объясню мы значит выложим слой племеней а мы сверху закинем этот жареный лучок мы сверху зальем вот эту как раз смесь которая лена нам взбила сметанного майонеза слобода живая еда вместе с четырьмя куриными яйцами все это посыпем сыром и отправим на 40 минут в духовку потому что лучше рассказать это сейчас а уже в следующем включении мы приготовим с вами наш апельсиновый радостный салат ну апельсиновую радость оставайтесь нами в азбуке вкуса и все у вас будет хорошо вместе мы можем многое это однозначно дорогие друзья и это уже проведено временем и конечно же большой замечательной командой алены которая работает я имею ввиду и волонтеров и тех кто и непосредственно вот как и вы сейчас смотрите на нашу программу и вот что-то возможно вашем сердце сейчас зажжется этакое и вы совершите благое дело более подробная информация на сайте safe life . md я думаю что вы лично можете познакомиться с теми кому действительно нужна помощь и это может делать абсолютно анонимно если хотите немножко славы в может и прославить вас никаких проблем но у нас что происходит у нас значит наша ленивая жена в духовке она там вот еще минуток восемь как и будет готова наступает момент все таки создать и сделать нашу апельсиновую радость для которой мы отварили две моркови как вы видите мы отварили мяско куриное порядка трехсот пятидесяти граммов и разорвали на волокна вот алена потрудилась нам натерла сыр твердый самое главное нарезала нам грибочки варенованные тут у нас жареный лучок теперь я попрошу тебя наверное тогда просто наруби зелень вот прям вот руби ее нам понадобится на самом деле это больше как для украшения пирога поэтому не всю не всю нет я думаю что возьми пару веточек укропчика пара веточек петрушечки вот так вот мелко просто наруби а я сейчас отделю очень важно я отделю сейчас желток от белочка что нам нужно будет отдельно натереть и то и другое вот так но мы вместе с тобой алена не раз в принципе проводили подобные мероприятия сейчас я так понимаю что вы вышли на определенно но крутой уровень то есть теперь могут отозваться легко и звезды российской эстрады и не только или это вот какая-то случайность определенная на радость нам всем ты сейчас о чем-то конкретном говоришь но я вообще спрашиваю то есть что сейчас происходит ну что но вообще на самом деле мы сейчас подготовки к нескольким мероприятиям одно из них такое большое масштабно мы не знаем чем как оно конкретно вообще в итоге пройдет в этом году это будет второй благотворительный бал маскарад зимний бал маскарад он пройдет в этом году 10 февраля и будет он под патронажем посла италии республики молдова госпожа валерия биаготи за что огромное спасибо прошлом году он был под патронажем супруги посла евросоюза госпожи ольги топиолы она они к сожалению в этом году уже уехали и теперь он является послом в таиланде они поддержали нас прошлом году госпожа топиола была очень активно в подготовке данного мероприятия но прошло очень успешно и мы собрали первый первый раз мероприятие которая собрала полмиллиона лей больше даже полмиллиона лей и это помогло детям текущим на тот момент и эти деньги до сих пор помогают срочным детям подопечным нашей организации которые например обращаются к нам с пороками сердца или срочными глазными операциями любая другая операция которая не терпит отлагательств и нужна сейчас вот эти средства нам как бы помогли обеспечить своевременное лечение в этом году это уже получается в следующем году то есть начале 2018 года мы надеемся что мы сможем как минимум такой же резерв снова создать вот и то есть в рамках мероприятия происходит большой ужин мероприятия подразумевают участие порядка 200 человек вход на мероприятие то есть в принципе то есть свободный для тех кто приобрел такие входные билеты которые являются непосредственным пожертвованиям в рамках мероприятия также проходит благотворительный аукцион который поддерживают различные люди компании организации на этот раз стоит отметить что аукцион он опять же он пройдет ну на на международном на английском языке да мы проводим сейчас не считаю что это определенный прорыв потому что участвуют дипломаты и представители дип корпуса которые конечно им ближе английский язык да и ну в принципе в современном мире английский язык он принципе понятен практически для всех уже то есть на каком-то хотя бы да то есть это хорошо когда есть вот такие вот крупные события которые сразу же создают определенный как ты говоришь резерв для организации которые вот я имею потом долгого времени опять же оказывать поддержку большему количеству деток но помимо того что можно конкретно отдельно помочь деткам на сайте да я так понимаю что есть еще постоянно какие-то определенные донации для больниц да мы у нас был в этом году мероприятие было которое проходило необычным для нас вообще виде то есть это был концерт классической музыки проходил он в музее искусств молдавском вот и данное мероприятие помогло нам собрать средства мы приобрели оборудование в отделение детское отделение доскопии необходимый там им был видеограф специальный без которого они не могли работать и мероприятие собрало средства для оплаты там стоило порядка 15 тысяч евро вот я слышу позывные наш пирог под названием ленивая жена ух ты смотри как он вздулся красавец я честно говоря не думал что он прям так вздуется это мы показываем вам час чуть-чуть он осядет и потом мы будем нарезать он должен быть очень-очень аппетитным давай пока горяченький ты так вот да его посыпь а я возьму тарелочку на которой сейчас мы будем это все выкладывать выкладывать наш салатик и так люблю кстати аромат зеленый итак первым слоем нужно будет аккуратно выложить мне лучок на тарелочку теперь внимание прошедший органик контроль без всяких гмо еще и с полезными ингредиентами майонез слабада живая да в данном случае мы берем провансаль делаем легкую сеточку если хотите конечно там немножко больше заморочиться вы можете взять кулинарный пакет да и там я думаю что у нас и так аккуратненько это все получится сделать сетку такую достаточно видимо стараюсь сделать это быстро понимаю что у всех дела а тем более благие вот на эту сеточку дорогие друзья мы сыпем курочку но дома получается детям готовит нянечка сейчас до виду того что у тебя график очень дети целый день в школе они обедают в школе ужинаем и дома уже все вместе а так они на продленке до 4 принципе мы я готовлю обычно ближе к выходным в пятницу например я готовлю или в субботу праздничные блюда тогда есть или и праздник если праздник то это поход куда-либо вот это самый вообще удобный вариант выбраться куда-то но мы очень часто на выходных у родителей что меня радует они живут за городом частном доме у нас есть возможность там отдохнуть детей туда выпустить они за ними очень скучают целую неделю ждут нас с нетерпением обычно я тут уже импровизирую друзья уже тут у меня не сеточка как видите так да у меня теперь грибочки я теперь уже кругами пошел лабиринт но ты помнишь как кто кто тебе научил первый раз вообще вот ну как девочка наверняка же в школе у меня готовил на самом деле готовить учила меня мама но меня вот очень вкусный борщ готовить мне его научил дедушка бочек да он уже когда был на пенсии он не врач хирург был и ну вот чем было заняться он всех готовил вообще бабушка давно бабушки давно не было уже в живых и он сам хозяйничал дома на кухне и вот он все время вычитывал какие-то рецепты и вычитывал очень вкусный в рецепт приготовления борща и что мне очень понравилось у него он все очень мелко тщательно нарезал типа ложка вообще должна стоять вот она у него стояла эта ложка и был всегда очень вкусный ароматный можно было с коридора понять что сегодня у дедушки борщ и ты бежала да я бежала да аж при страсте мужа тогда он не просит чтобы ты готовил у меня он очень самостоятельный мужчина он сам себе готовит серьезно у него просто нам очень сложно договориться я ем все подряд а он за здоровое питание и и как бы вот так получилось типа ну вот раз ты за здоровое питание то готовь себе сам да ну например так получается что он допустим мясо он есть только три раза в неделю все остальное время нужно замещать какими-то овощами с работой возвращается всем но он обычно уже даже не ест в это время максимум там чая с чем-то выпить ну салат может перекусить поэтому у меня вот эта проблема готовки и даже некому готовить получается дети целый день в школе муж на работе я на работе няня сама справляется мы готовим только натану младшему сыну но ему несложно приготовить остальные все справляются и уже кушаем как нормальные люди мы кушаем на выходных у нас нормальные люди кушают только на выходных дорогие друзья выходных едят но вообще как бы получается что вот занятие благотворительные организации то снимает на самом деле на очень много времени ну когда-то это вообще задумывалось как то чем я буду заниматься в свободное время теперь это занимает все мое свободное время поэтому ничем другим я даже при желании заниматься не могу слабо да сырный соус мы берем сейчас потому что у нас как раз есть сыр и она будет сочетаться очень хорошо вот сейчас самое интересное сейчас наша задача этот сырный соус сейчас вот его так вот сюда как-то красиво внедрить для чего для того чтобы могла держаться натертая мог держаться натертый белок понимаете понимаете да как говорят в армении много там так и было написано там да там сеточка на сеточке там каждый слой нужно было смазать но такой он калорийный получается очень я бы сказал сытники конечно сейчас попробую теперь создать эту вот основу мне вот интересно получится ли у меня как на картинке что мне нужно в этот соус сейчас да вот эти края и бока сделать белыми зима же близко зима близко и витамин c очень очень нужен нам но вы знаете честно говоря вот конечно вы видите что иногда разлетаются какие-то ингредиенты я вам скажу я присутствовал на этапах приготовления производства в ресторане там все летит там потом это все убирается потому что при таком графике сумасшедшем и количестве заказа вы можете здесь обычно есть шеф-повар и вокруг него еще крутится обычно куча людей которые там убрали бы подтерли что-нибудь там еще подрезали подделали поджарили сейчас он только распоряжается я сегодня да ты сегодня шеф-повар подайте мне пожалуйста шеф мы недавно выяснили что это называется napkins по-английски я даже не знал да ну мы как это на собой платок нет остановка детский сад ну вот написано как бы салфетками воспоминание воспоминание из сочи дорогие друзья и теперь внимание вот вот то что сейчас на самом деле нужно будет сделать совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть сразу говорю но нужно значит мы берем живую еду и мы здесь как бы вырисовываем вот этим вот слоем майонеза здесь немножко художества нам понадобится вот так вот долька вот так вот долька вот так вот и все жду где апельсин появится сейчас только понимаю что апельсин это морковка вот так вот да да я прям жду где ты его прячешь оказывается его не будет он будет и даже вот еще одну дольку могут так вот сделаем ну прям рай знаешь вот прям действительно можно этот салат взять на работу и накормить свадьбу там итак внимание и вот они финальные аккорды и наша вот кстати он сел очень здорово я я все переживал что не будет такой разлук и вот теперь самое главное вот это все красиво здесь выложить вот так вот это будет выглядеть уважаемые телезрители да это не как вы помните мы должны не только хотеть есть и ради того чтобы поесть но еще захотеть глазами вот вам пожалуйста и апельсиновая радость и сейчас я думаю что если чуть-чуть подостыла наша форма мы можем сейчас и наш пирог освободить от этих оков друзья мы пока его оставим так потому что время наша программа уже поджимает и не уже режиссер на кивает острым ножом и говорит если ты не вы перестанешь говорить я сейчас сам все выключу алена берки спасибо тебе большое заходите на сайт сайт life.md делайте благие дела помогайте тем кто нуждается но мы вам желаем приятного аппетита вот эта ленивая жена это апельсиновая радость это алена беркич это махил цурка до скорых встреч и приятного аппетита пока спонсор показа торговая марка слобода спонсор показа hansa hansa guten аппетит а а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»